Слезы уже закончились. Хождение бесконечное. Уже 6 лет мы ходим по инстанциям. И вот это уже течет. Затекает теперь вся стена балконная. Я боюсь, балкон отвалится. Если перекрыть водопроводный кран, то можно прилично сэкономить на воде. В квартире пенсионерки Веры Афанасьевны она бесплатная. Черпай сколько хочешь. И все это из-за дырявой крыши, которая, по словам жильцов, этого дома ни разу за 30 лет не видела капитального ремонта. Весной квартира пожилой женщины превращается в настоящее озеро. Это видео было снято пару недель назад, когда в Барнауле активно начал таять снег. Спасались ведрами да тазиками. Тара порой наполнялась за пару часов. Кстати, дожди льют с потолка у всего пятого этажа. В 2013 году жильцы подали в суд на комитет по ЖКХ города, который ни разу не капиталил дом. Горожане дело выиграли, но уже прошло 7 лет с вердикта суда. А крыша до сих пор в дырах. Течет вот именно так. Уже два года конкретно. А то только сырело, мокруши, какие-то сороконожки. Всю зиму падают на голову сырость, плесень. В администрации города признаются, что дом Новоровского требует незамедлительного ремонта. Но сделать ничего не могут. Бюджет-то ограничен. В городе больше 100 многоквартирных домов, которые нужно откапиталить по решению суда. Причем некоторые из них находятся куда в более плачевном состоянии. Но и до многострадального дома Новоровского очередь заверяют чиновники. Скоро дойдет. Он у нас включен на 19-20 год. То есть 19-й год у нас разрабатывается проектно-сметная документация. В 2020 году мы заканчиваем уже строительные работы. Планируем получить проектно-сметную документацию в середине июля. Но жители уже и не верят. Ведь обещанного они ждут несколько лет. А Вера Афанасьевна боится, что потолок просто рухнет от сырости, пока чиновники решают вопросы с документацией. И продолжает менять тазики. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...